Итак, ребят, я предлагаю начать с нашего первого дома в Америке. Его купил Чет в ноябре 2016. Мы с ним вместе уже выбирали этот дом онлайн. Он мне также прислал несколько вариантов, которые он смотрел. И вот этот дом, он был одним из этих вариантов. И он уже потом выбирал, так как состояние этого дома было самое лучшее. На тот момент. И плюс потом они еще... У нас было два варианта. И именно хозяева этого дома дали знать нашему риэлтору, что они готовы скинуть еще 10 тысяч. И, собственно, Чет сказал, что тогда этот дом будет наш. Здесь вы видите, вот там чуть дальше, возле входной двери есть зеркало. Это была, наверное, первая покупка, которую я попросила сделать Чеда, когда приехали. Так как для меня было очень удивительно, что в доме нет зеркал. Зеркала были, но лишь в ванной комнате. И, соответственно, ты не можешь видеть себя в полный рост. И мы привыкли, да, когда мы выходим с дома, мы любим посмотреть на себя в полный рост. И, собственно, я попросила его приобрести для меня зеркало. Это вот сейчас вы видите наша комната, да. Видно, что дом был наш. Он сейчас уже офф-маркет, то есть дом продан. Новые хозяева его не продают. По этой причине фотографии остались еще старые наши, когда мы продавали этот дом. Это вот видно Ромочкина комната была. Там даже видно фотографии стоят на тумбочке Романы. Ему на тот момент нравился Скайлендер. Мебель для Ромы Чед также приобретал самостоятельно, но я выбирала онлайн. Это комната мальчишек Чеда, когда они к нам приезжали. Эту же комнату мы делали для Кати и для Никиты. Видно, да, что вот здесь надпись есть Никита. Сейчас вот увидите Екатерина. У них до сих пор, кстати, эти именные рамочки остались. Над дверью в ихнюю комнату они сейчас также имеются у нас в доме. Кроватки, видите, у них были вместе. В ихней комнате еще был лишь стол. Стол этот Катя использует сейчас. У нее в комнате игрушки там ее расположены на столе. И мы лишь покупали вот этот матрасик для пеленания. Был стульчик вот для кормления, как вы видите. Но зачастую я их пеленала просто на полу. Подстелив, конечно, пеленочку чистенькую. Это детская ванна была. Это у нас был гостевой туалет, который был на первом этаже. Кстати, этот тип дома, это именно тот тип дома, который нравится Чеду. Он у нас состоял из двух этажей и подвала. Вот это как раз у нас идет сейчас подвальная комната. У нас там была только игровая комната. Ой, неправильно что-то нажала. Это тоже вот, да, это с другой стороны наша игровая комната. Сразу видно опять-таки, что это наш дом. Вот Seattle Seahawks и Star Wars. Звездные войны, господи. И Звездные войны, это любимый фильм Чеда. Собственно, это все присутствует в нашем доме и по сей день. Это комната, которую Чед уже делал, заканчивал самостоятельно. Тоже стены, пол делал. И была такая зона для меня, для моей швейной машинки. И с другой стороны зона Чеда. Вот его компьютерный стол и, собственно, котел был в этой комнате. Это уже улица. И, как вы видите, дом у нас был первый этаж. На первом этаже у нас была зала, гостиная. Ее можно назвать и кухня, и туалет для гостей. И на втором этаже уже были все спальные комнаты. То есть, такой вариант. Это больше дома Чед любит больше всего. Собственно, все. Вот такой вот дом у нас был. Сейчас хочу вам показать такой вот момент интересный. Сейчас найду. Это график стоимости дома. Можно посмотреть. Вот, например, мы его купили в 2016 году. Продали мы его в 2018. Сейчас покажу цены. Все будет видно. И вот, если мы перемещаем график, можно увидеть предполагаемую стоимость на, например, если у нас сейчас идет вот январь, да, в январе вот такая вот стоимость предполагаемая, то есть 252 тысячи. А, скажем, вот в сентябре 22-го уже стоимость может быть 254 тысячи. Но это все, конечно, приблизительно. Теперь покажу, что мне также нравится. Так как эти дома сейчас не находятся на продаже, нельзя посмотреть, сколько должны быть выплаты, но можно посмотреть историю продажи и покупки дома. Этот дом был выставлен на продажу, Джон, это у нас июнь 2012-го за 163, и был продан в декабре 2012-го за 168. Затем он был продан нам, Чеду, да, в ноябре 2016-го за 182 тысячи. То есть за 4 года, да, вот они смогли заработать немного. Это тот плюс, да, который мне нравится, что вы выплачиваете деньги за свое жилье, и потом еще, да, что если рынок недвижимости растет, и у вас есть возможность также продать ваше жилье дороже. Конечно, есть риск, что упадет, но если упадет, это будет незначительно. Но у вас есть тогда возможность купить свое жилье, так как цена вашего дома также растет. Вам не нужно быть в вечной погоне за жильем. И вот мы, получается, да, вот они нам продали в 2016-м за 182 тысячи, и в декабре 2018-го мы продали, вот выставили за 220, но продали мы чуть дешевле, мы тогда сделали скидку. Я уже не помню точно, но почему-то мне кажется, что мы продали дешевле. И, возможно, мы продали дешевле. Наверное, здесь просто нет сейчас этой информации. Собственно, вот так. Еще я хотела показать школы, да, которые относились. Вот Рома был в школе, был показатель 4К, но дело в том, что все дома на тот момент, который мы смотрели, они все относились именно к этой школе. Не было тогда возможности выбрать другие дома. И, честно, я еще тогда на тот момент не знала вообще, что нужно обращать на это какое-то внимание более серьезное. Хотя могу сказать, что сама школа, хоть и показатель был 4К, мне очень понравилось, очень помогли Роме с изучением английского языка. Там точно так же, как и в других школах, была программа помощи иммигрантам, помощь в изучении второго языка английского, да, и они справились просто на отлично, очень хорошо подошли в этом моменте, сработали с Ромой, очень ему помогали, за что им огромная благодарность. Хотя вот, пожалуйста, показатель 4К. И хотела вам еще показать один момент насчет таксов, да, что хозяева домов, они обязаны платить ежегодный такс. Вот, к примеру, за конкретно этот дом, в 2019 году таксы были вот 3,800, и в 2020 оплата была 4,000. Могу сказать, что конкретно этот дом, он от нас находится на данный момент, так как мы вернулись в Мичиган, он от нас находится 1,30 примерно, но на данный момент за свой дом, где мы проживаем сейчас, таксу у нас 11,000. Я вам потом это покажу. Так, ребята, сейчас я вам хочу показать, это наш второй дом в Америке, да, когда мы продали предыдущий дом, мы оформляли как раз документы на этот дом, этот дом был новострой, не потому, что мы хотели купить новострой, а просто когда мы выбирали дома, вы видите, да, этот дом также был наш, вы видите наши фотографии. Когда мы выбирали дома, дома, которые мы смотрели, Чет приезжал их посмотреть, фотографии были отличные, а внутри дома требовали ремонта, дома были и 5 лет, и 10 лет, но нужно было вкладывать, он говорил, что заходил в один дом, и говорит, там просто гулял пол под ногами, и, собственно, говорит, однозначно нет, говорит, мне даже не захотелось проходить дальше, хотя на тот момент дома было лишь 5 лет. Очень многое зависит от того, как хозяева все же относятся к дому, и как они ухаживают за домом. Собственно, вот такой вот, это моя любовь, это моя белая кухня. Когда мы смотрели, готовились к новому переезду, просматривали дома, я поняла, насколько мне нравятся кухни именно белого цвета. И когда мы выбирали дом, я, конечно, сказала, что я бы хотела иметь кухню белого цвета, что мне очень нравится. И вот тогда, потом уже Чед сказал, что когда они выбирали дома, и когда риелтор показал именно этот дом, Чед сказал, поехали смотреть, я говорю, там белая кухня. Так как на тот момент не было еще возможности увидеть будущий дом, он еще был в момент постройки, но уже была кухня. Я потом вам покажу, как выглядел дом, когда Чед начал наформлять на него документы. Вот это наша игровая комната. Кстати, почему-то здесь не попали фотографии детской Кати и Никиты. Вот эта комната мальчишек Чеда. Этой мебели у нас уже нет. Мы подарили ее, когда переезжали. В новом доме у нас уже новая мебель для мальчиков. У Ромы тоже новая мебель. Собственно, вот так вот выглядел наш задний двор. Гараж. Моя еще машина первая. На которой я училась ездить. Наш гараж, опять-таки, видите, Seattle Seahawks. Наш дом перепутать невозможно ни с каким другим. Собственно, вот так. Теперь покажу следующий момент относительно цен. мы также можем с вами увидеть, что дом был... А, это наша уже цена. Подождите, надо опуститься ниже. Вот мы купили дом в августе 18-го. Он был выставлен на продажу. Собственно, вот таким вот дом Чед увидел впервые. Увидел белую кухню, он говорит, изначально. Решил, что дом нужно посмотреть. Вот, был он выставлен в августе 2018-го за 240. Мы его купили в феврале 21-го. Уже закончили, да, оформление всех документов. Дом уже был наш в феврале 19-го. И теперь вы видите, что мы выставили дом на продажу в сентябре 2020-го. Затем вы видите, что мы скидывали цену. Хотя скажу, что мы по контракту мужа мы обязаны брать несколько риэлторов, чтобы они сделали оценку жилья. Риэлторы сказали, что цена 285 будет адекватная для этого дома. Соответственно, мы поставили эту цену. Но затем мы поняли, что нужно цену скидывать, так как у нас не было возможности ждать. Дом был бы продан по такой бы цене, но нужно было бы подождать немного дольше. Но так как мы готовимся к переезду, у нас уже оформлялись документы на тот дом, в котором мы проживаем сейчас. Нам нужно было продавать дом. Собственно, у нас всегда так и происходит. Если дом не продается, да, сразу, то потом начинаем мы цену скидывать. У нас нет возможности сидеть и несколько месяцев ждать, когда нам все же предложат сумму, которую мы просили изначально. Вот мы скидывали цену и в итоге мы продали в октябре 2020-го за 265. Повторюсь, мы купили за 240 и прожили в этом доме полтора года. Вновь оплачивая за свой дом каждый месяц. И плюс мы еще взяли, то есть у нас получилось сколько? 25 тысяч сверху. Да, то есть это, конечно, огромный плюс, когда цены на дома растут. Ты, продавая свой дом, ты уже его можешь продавать по более завышенной цене также. У школы показатель был семерка в Ромочкиной. В старшей школе была девятка, но я часто смотрю, что если elementary и middle school будут хорошие показатели, то старшая школа показатели будут очень низкие. Но вот именно эта школа старшая идет с очень хорошим показателем, девятка. Так, давайте теперь дальше посмотрим, я вам покажу тексы, да? Итак, за этот дом вы видите в 2019 тексы были две с половиной. Мне почему-то казалось, что мы за этот дом платили больше. Но, ребят, когда все время переезжаешь, много цифр, и в принципе у меня за это больше ответственный муж. Я, возможно, эти цифры немного попутала, но я не думаю, что это было настолько серьезно. Так, давайте теперь я вам покажу наш дом, где мы проживаем сейчас. Так, ребят, вот наш дом сейчас. Да, кто на моем канале, уже некоторое время, вы его узнали. Я рассказывала, что мы должны были переехать в штат Небраска. Мы дом уже практически продали. Буквально в последний момент мы сняли его с продажи, так как мы уже решили вернуть сюда, назад, в этот штат Мичиган. И, собственно, сделка уже заключалась. И мой муж, он позвонил своему руководству и сказал, что ему нужно знать сейчас. Мы переезжаем, или нет, так как нам нужно либо соглашаться, либо отказываться от предложения. И они сказали, что мы сейчас в течение часа все обсудим, перезвоним. И, собственно, да, потом перезвонили, сказали, что нет, что ты нам нужен все же сейчас еще в Мичигане. И, собственно, мы сняли дом с продажи буквально в последний момент, но мы потеряли 10 тысяч за тот дом, который мы уже давали в залог в Небраско. Такой момент получился, что именно за тот дом нужно было давать такую сумму, когда мы покупали первый дом, он давал залоговую сумму в тысячу долларов. В дом, в котором мы проживаем сейчас, нам нужно было заплатить 4 тысячи залоговую стоимость, а в дом, который мы выбрали в Небраско, там нужно было оплатить 10 тысяч. Вот так получилось и, собственно, по этой причине мы потеряли эти 10 тысяч, нам их так никто и не вернул. Покупая этот дом, цена была немного выше, чем мы ожидали, чем мы предполагали изначально, но также, посмотрев дома другие, у нас было два варианта. Один дом понравился мне, но Чет, когда его смотрел, сказал, что внизу очень был такой прям запах паба. Судя по всему, прежние хозяева очень любили устраивать дома вечеринки. С тем домом, который очень понравился Чету, там были шикарнейшие окна, замечательный вид. Там история совсем была печальная, дом оказался в гораздо худшем качестве, чем мы предполагали, и даже на тот момент там прорвало воду именно в тот момент, когда Чет и Риэлтор его смотрели. Так что бывают и вот такие вот истории. Это наша игровая. Сейчас я вам покажу вот эта комната Ромочкина. У него идет отдельный туалет и ванна душевая. Это комната Никитки. Это еще в прошлом варианте. Сейчас у него уже все в Бэтменах. Мы сменили ему немного стиль, так как ему сейчас начали нравиться супергерои. Это комната Кати. Также она сейчас выглядит по-другому. Мы закрасили одну стену в такой теплый красивый розовый цвет, и сейчас у нее комната Юникорн. Мне, кстати, такой стиль нравится гораздо больше. Но было время, когда ей нравились принцессы. Я, кстати, думаю, что когда станет вопрос очередной продажи дома, мы будем обращаться к тому же самому риэлтору, но не думаю, что она будет делать новые фотографии, так как она должна платить за фотографии фотографу, а в принципе немного стиль в детских поменялся, но все остальное у нас в принципе осталось точно так же. Ну что, давайте теперь смотреть историю нашу. Вот, видите, да, это график. График, если мы решим продавать дом сейчас, вот его стоимость примерно ориентировочно 460 тысяч, а если мы будем продавать немножко позже, давайте возьмем какой-то месяц апреля 22-го, да, это будет 465 ориентировочно, а вот в августе уже 475 почти, ну опять-таки, напомню, что это все ориентировочно. Смотрим дальше. Вот наша цена, да, нашего дома. Итак, вы видите, что земля была продана за 45 тысяч в мае 2018-го, затем мы купили дом в ноябре 2020-го за 420 тысяч, затем мы выставили его на продажу в сентябре 21-го за 475, затем, так как я говорила ранее, да, что у нас нет возможности ждать своего покупателя, мы начали немного скидывать цену, хотя наш риэлтор настоятельно рекомендовала нам этого не делать, но, собственно, в итоге мы уже в октябре 2021-го скинули на 449, повторюсь, взяли мы его за 420, и мы на тот момент еще даже не прожили года, мы прожили ровно 10 месяцев на тот момент, когда мы начали продавать дом, и, как я уже говорила ранее, мы отменили сделку в самый последний момент, но на данный момент, видите, оно нам предлагает, что если мы решим продавать сейчас, то ориентировочная стоимость 460, но когда мы будем готовиться к новому переезду, да, посмотрим, за сколько мы выставим и за сколько нам удастся продать дом, смотрим дальше, школы, школы, вы видите, в прошлом году у Ромы была школа восьмерка, сейчас семерка, но в принципе школами я также довольна, таксы, теперь давайте мы посмотрим таксы, как я вам и обещала, мы сейчас проживаем в штате Мичиган, вот за наш дом в 2020 году таксы составили вот почти 12 тысяч долларов, 11 710, и тогда вы видите, что хотя мы на момент нашего приезда также проживали в Мичигане, зато дом мы таксы оплачивали гораздо меньше, так что это зависит не только штата, но еще и от района и конечно же от стоимости дома, в котором вы проживаете, ну что ж, ребят, в принципе это наверное все, о чем я хотела рассказать вам в этом видео и показать, я очень надеюсь, что вам понравится такой формат, и теперь время от времени вы разделите со мной мое утреннее хобби, пока я пью кофе, отдыхаю таким образом, мне просто нравится наблюдать, смотреть за дизайном в других домах, возможно мне что-то интересно, я возьму это для себя на заметку, и вам тоже понравится такая идея, смотреть, как устроена жизнь американцев внутри, могу сказать, что жизнь американцев она очень отличается, в зависимости от доходов, и просто интересно иногда понаблюдать за идеями, за дизайном в других домах, и возможно взять для себя какую-то идею, и воплотить ее в реальность в своем доме, ну что ж, ребят, спасибо вам за просмотр, увидимся с вами совсем-совсем скоро, пока-пока, пока-пока.